В эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Ксения Корзун. Здравствуйте, смотрите сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинаем выпуск по традиции со сводки аварийности. За минувшие сутки в Новосибирской области не зафиксировали смертельных ДТП. Всего произошло 11 дорожных инцидентов, в которых пострадали 15 человек. Самый серьезный случился на улице Первомайской. Там поздним вечером 45-летний водитель КамАЗа при повороте налево в сторону героев революции не убедился в безопасности маневра и не пропустил ВАЗ, который двигался с преимуществом. Корпус отечественной легковушки сильно деформирован. Основной удар пришелся на место водителя. 73-летнего пенсионера доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Стали известны подробности трагедии, которая произошла в Ордынском районе области. О ней мы рассказывали в одном из прошлых выпусков программы. В лобовом столкновении фуры и Рено погибли двое детей. На автодороге К-17Р Ордынского района Новосибирской области водитель 1990 года рождения при неустановленных обстоятельствах выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с грузовым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия два ребенка погибли на месте ДТП. Водитель доставлено в медицинское учреждение с тяжелыми телесными повреждениями. Юным пассажирам было 12 лет и 3 года. Семья из Алтайского края. Они возвращались домой из гостей. По одной из версий, женщина решила ехать в ночь. Во время поездки заснула. Неуправляемый Рено вылетел навстречу, прямо под грузовик. От удара иномарка превратилась в груду металла. Водитель попала в реанимацию. Спустя сутки она узнала о гибели сыновей. Точные детали и причину трагедии устанавливает следственно-оперативная группа. Уголовное дело пока не возбудили. И в продолжение темы медики сообщили о состоянии здоровья двухлетней девочки, которая вчера стала участницей ДТП в Дзержинском районе. Авария произошла по вине водителя Мазды. Мужчина пояснил, ехал по трикотажной. На участке была пробка, решил ее объехать и вырулил на трамвайные пути, несмотря на запрещающие знаки. Машину занесло, и она оказалась у остановки. В тот момент из общественного транспорта выходили пассажиры. Мазда зацепила мужчину с ребенком на руках. Врачи осмотрели малышку и отпустили домой. Серьезных травм ребенок не получил. Алкогольное опьянение у водителя не установлено. Кстати, обильный снегопад стал причиной множества мелких ДТП и многокилометровых заторов по всему Новосибирску. По данным навигаторов, загруженность улиц достигла 11 баллов из 10 возможных. За вчерашний день зафиксировали больше сотни аварий с материальным ущербом. Основные причины – невнимательность водителей, снежная каша на дорогах и плохая видимость. Пробки сковали практически все улицы мегаполиса. На остановках общественного транспорта собрались длинные очереди из пассажиров. Салоны автобусов были переполнены. Всего за один день в Новосибирске выпала месячная норма осадков. Ближе к ночи на дороге города выехала снегоуборочная техника. Ежедневно мониторим погоду. То есть мы к этому снегопаду были готовы уже. И техника, и люди, то есть наши сотрудники. Упорка, как правило, по нормативу, по ГОСТу в течение 6 часов после окончания снегопада. У нас задача такая стоит – не допустить остановки общественного транспорта и движения в районе. Я думаю, что мы справимся. На областных трассах пришлось даже временно останавливать движение транспорта. Спасатели предупредили – в ближайшие дни автомобилистам лучше отказаться от дальних поездок. По данным синоптиков, получено штормовое предупреждение. В ближайшие часы по восточной территории области и в городе Новосибирск сохранятся сложные погодные условия. Очень сильный снег, гололедица, снежные заносы и ухудшение видимости на автодорогах. Кроме того, в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха по всей территории области до минус 40 градусов. Нарушителей на дорогах региона также стало больше. За минувшие сутки инспекторы выписали больше 70 протоколов. 24 штрафа получили пешеходы, которые перебегали дорогу в неположенном месте и попались патрульным. 27 автомобилистов не пропустили людей, идущих по разметке. 11 катались на машинах без прав, 9 лихачей были пьяны. И 5 водителей привозили детей без специальных кресел. Бюджет государства пополнился за счет любителя езды под градусом из Новосибирска. У нарушителя конфисковали транспорт за систематические нарушения. 39-летнего рецидивиста остановили в Ленинском районе. Он был нетрезвый, а потом выяснилось, что мужчину уже привлекали за аналогичное деяние. Суд приговорил его к обязательным работам и изъял машину. А в завершении программы традиционная рубрика «Две беды». Это подборка столкновений, которые попали в объектив регистраторов машин и уличных камер наблюдения. Будьте внимательны, на дороге учитесь на чужих ошибках, чтобы не совершать свои. Продолжение следует... Субтитры предоставил DimaTorzok И на этом пока все. Если вы стали очевидцем аварии или нарушения, присылайте видеозаписи на наш редакционный WhatsApp. Номер 8 983 510 20 05. Подписывайтесь и на наш канал в телеграмме экстренной НСК. А в студии работала Ксения Корзун. Соблюдайте ПДД и берегите себя. До встречи в эфире ОТС. Субтитры предоставил DimaTorzok